привет друзья это ролик для любителей компьютеров я уже снял несколько роликов про нет топ маленький компьютер его использую включение к телевизору чтобы сделать его умным телевизором без того чтобы модуль этот встроенный потому что втроивает барахло обычно стоит он я понимаю сейчас около 5000 6000 рублей то есть 100 долларов но с ним серьезные проблемы постоянно он перегревается во первых хотя потребляет 10 20 ватт вот эти чипы но плохо организовано отвод тепла организован отвод тепла еще жесткий диск который здесь стоит тоже греется отверстий мало очень для выхода воздуха но фактически их нет здесь видите крепление планка когда он стоит вертикально есть отверстия но сверху их нет есть под вентилятором вентилятор очень слабый страбежного типа который очень плохо отводит тепло итоге все перегревается постоянно под 70 градусов процессор ничего я не могу фактически сделать потому что здесь чтобы я сделал чтобы поправить ладно вот по делу говорить здесь радиатор надо было поставить большой чтобы сразу рассеивать тепло трубку не надо было сплющивать как я понимаю это сильно ухудшает теплоотвод и больше здесь радиатор нужно было тоже поставить кругом отверстия снизу сверху по плоскостям отверстия тогда получше было но вентилятор дебилоидно центробежный заменить на обычный и просто поток воздуха выдувать через направляющие например если нужно вбоку то просто здесь ставишь такую гофру она отводит вбок или туда назад куда хочешь назад все занято в общем видно что они старались инженеры что-то проработать но в итоге полная чушь получилось маленький модуль вай фай половинчатый называется тоже недоработка место есть и для полного хотя бы можно было запихивать потом полные модернизировать здесь только половинчатый я считаю тоже недоработок недоработка но без сап конечно можно было убрать совсем устаревшая штука еще заодно тогда я расскажу как я модернизировал вай фай купил этот модуль проводком он 5 гигагерц частоту поддерживает но как-то он коряво работает по нормальному так и не получилось у меня поставить его работать скорость получить это видно бракованный потому что в ноутбуке то же самое было но кое-как он работает скорости от 30 до 60 гигабит показывает передачи при том что он до трех в две стороны я понимаю до 150 150 в итоге около 50 на 5 гигагерцах все равно меньше так что если меняйте модуль вай фай то тестируйте здесь две антенны сам на топ рассчитан на одну антенну антенна частота 2 и 4 гигагерц естественно на 5 не будет работать то есть нужно спит антенну специально рассчитанную на частоту 5 гигагерц у меня сейчас почему я залез в него как бы и не трогал его достал он уже поменял тестируйте расположение антенн у меня получилось что это первое по моему антенна главное это место сюда я подключил вот эту дополнительную от ноутбука здесь она тоже как я понимаю не рассчитан на 5 гигагерц но кое-как работает а это вот но вот эту корпусную сюда подключил хотя в настройках стоит авто что я думал он будет выбирать там первую вторую но ничего он нифига не выбирает а если эту ставишь антенну то на 5 гигагерцах она похуже работает чем вот это тенна вот она здесь у меня спрятана так я думал что не записывается запись что ли цифры не увидел здесь я думаю что вот экран может создается перетащить нам сюда в общем тестируйте все так по описание пассификации может не работать перегревается как я сказал жесткий диск до 40 там 50 градусов друг на друга они греют эти чипы жесткий диск жесткий диск сюда перфорацию делать корпусе но как-то аккуратно сделать пока я так и не дошел и антенки голосов как обычно это колесико за которой хватать она слетает и в роутер то же самое не какой-то один наверно поставщик когда-то колесико я приклеил клеем на этом все пока спасибо подписывайтесь оборудование тестируйте ну windows 10 еще на нем корял стоит не за супа не засыпает у меня почему-то постоянно хотя стоит на стройках драйвера видно старые новые не делаю что ты покупал постоянно эти на топ и но пока нет не собираюсь делать всем пока спасибо